Дорогие сестры, я рад приветствовать всех вас сегодня и вновь, перед тем, как мы будем размышлять над Словом Божьим, я хочу напомнить о том, что по словам Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, Его Церковь является домом молитвы для всех народов. Так, Бог любит каждого человека, и мы, как христиане, призваны учиться с Его помощью, любить Бога и любить ближнего. Хочу передать вам огромный привет и слова благодарности от тех людей, которые были спасены благодаря вашим пожертвованиям, вашей помощи, вашим молитвам. И вот эта красная коробочка, которая находится сзади меня, это целевые пожертвования, которые мы моментально отправляем пасторам, занимающимся эвакуацией и помощью людям, которые оказались без средств существования, без продуктов, без одежды. Но вы сами можете знать и слышать об этом, что происходит. Знаете, друзья, сегодня наше духовное размышление, мне бы хотелось начать с упоминаниями об одной истории. К сожалению, эта семейная пара несколько лет назад трагически погибла в автокатастрофе, когда таксист не справился с управлениями или были какие-то другие причины. Это был уже достаточно престарелый мужчина, ученый и его жена. И на основании жизни этого человека был снят фильм, который называется «Игры разума». Это реальная история. У этого молодого человека, когда он был молодым человеком, проявилась очень интересная форма шизофрении. Во время его обучения в университете, в своем мозге, ну, он не знал, что это только в мозге, он думал, что это все происходит на самом деле, он видел людей, он видел события, он получил от агента Центрального разведывательного управления специальную миссию, и, как он понимал, эту миссию выполнял. Но часть событий происходила в его мозге, а часть событий происходила в реальности. И понадобилось очень много разных усилий и времени для того, чтобы он все-таки понял, что в его голове огромную часть занимает нереальный мир. И вы знаете, было так, что реальный мир его убеждал в том, что у него в голове мир нереальный, и было наоборот. Нереальный мир убеждал его в том, что реальный мир – это неправда. Понимаете? И вот был такой интересный момент, который ему помог справиться с этой ситуацией. В своем нереальном мире он видел людей, и среди этих участников нереального мира была маленькая девочка. И когда его лечили, когда с ним общались, когда ему пытались помочь, он не мог признать, что он болен, что ему нужна помощь. Прошло несколько лет, и этот нереальный мир опять у него в голове, он для него как реальность. И в этот момент его супруга не выдерживает, и просто в шоке, в полном отчаянии она пытается сбежать из дома. И он бежит за ней, и он говорит, я понял. И он говорит такую фразу, девочка не растет. То есть вот эта маленькая девочка, которая была много лет назад маленькой девочкой, когда он увидел опять этот нереальный мир, который ему показался реальностью, он, вот этот, знаете, это был как маячок, что была маленькая девочка, и он тогда, скажем так, работающей частью своего мозга, да, понял, что за много лет ребенок не может оставаться на одном и том же уровне, просто развитие. Вот, друзья, потом он еще такой момент интересный для себя нашел. Когда он с кем-то говорил, и рядом с ним был человек, которого он знал, он к этому человеку обращается и говорит, скажи, пожалуйста, ты его видишь? Ты его видишь? Когда этот человек говорит, да, я его вижу, тогда, говорит, я буду с ним разговаривать. Друзья, сегодня мы живем с вами в таком мире, когда то, что реально, нам говорят, не-не, это нереально. А то, что нереально, нам говорят, нет, вот это реально, вот это реально, это правда, вот это правильно, вот так правильно. И вопрос, как нам, как христианам, не ошибиться, не заблудиться, и остаться детьми Божьими, и выполнить то, что Бог нам поручил в своей миссии. Знаете, иногда нужно спросить у кого-то еще, а ты это видишь, ты это знаешь, ты это понимаешь. Знаете, нам иногда видна только часть чего-то. Ну, например, всем известно такое понятие, как океанский азер. Мы видим только ту часть, которая называется верхушкой, да, ту часть, которая находится над водой. Она может быть маленькой. Что находится под водой, это надо только погрузиться под воду, и тогда мы увидим. Но, как правило, никто этого погружения не делает, и нам кажется, что вот только такая, знаете, ну, вот верхушка азер. Далее. Есть такие понятия в пустыне, как мираж. И человек очень часто может двигаться к миражам. И он не может себе объяснить, у него нет точки опоры, с которой он мог действительно проанализировать, что верно, что неверно, что реально, что нереально. И вот, друзья, вот в этом реальном мире нам приходится с вами жить. И мало того, жить. У нас, как у детей Божьих, есть особая миссия, которую нам доверил Господь. И мне бы сегодня хотелось поделиться с вами некоторыми еврейскими текстами и рассказать несколько реальных примеров, которые помогут нам еще раз осознать, в чем наша сила, в чем наше призвание, в чем наша миссия. Господь, приглашаю вас открыть книгу «Деяния апостолов». И мы прочитаем вместе с вами в книге «Деяния апостолов» несколько текстов. 12 глава книги «Деяния апостолов». Может быть, кто-то, кто долгое время уже читает Библию, может сразу сказать. О, 12 глава книги «Деяния апостолов» – это удивительная история о чудесном освобождении апостола Петра из темницы. Так же? Да. И действительно история, ну просто потрясающая. Как была явная сила Божия. Но, друзья, есть еще в 12 главе небольшое упоминание, на которое очень важно обратить внимание, и тогда и это событие, о котором очень коротко говорится, и событие, которое описывается более подробно, то есть освобождение Петра из темницы, они нам откроют какую-то картину, которая у нас вызовет больше вопросов, друзья, чем ответов. А когда у нас больше вопросов, мы с вами больше молимся. А когда мы больше молимся, мы больше видим проявление силы Божьей в нашей жизни. И не только в нашей жизни, но и в жизни людей, которые находятся рядом с нами. Первый текст. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иоакова, брата Иоаннова, мечу. А дальше что написано? А дальше написано, как чудесным образом Бог спас Петра. А у вас не возникал вопрос, почему Бог не спас Иоаннова? Мы не знаем. Совершенно верно. Вот ответ. Мы не знаем. И узнаем только тогда, когда небо откроется, Господа Иисуса Христа, спускающегося на облаках с ангелами, увидим, и Он заберет нас к себе. Вот только тогда узнаем. Сейчас мы не можем объяснить. Да, друзья, удивительная история. Большая часть 12 главы говорит о том, как чудесным образом ангел пришел в темницу. К кому? В чью темницу он пришел? В то время. Римская темница, друзья, в то время римская армия, это была армия номер один, потому что это была римская империя, которая подчинила себе другие государства, другие земли. Что делает Бог? А Бог просто, знаете, берет и без ключей, без ничего, берет и открывает двери этой темницы. Происходят реальные вещи, но солдаты их не видят. И даже Петр думает, что он думает? Петр думает, что это видение. А когда ангел его оставил, Петр понял, что это правда. И он пошел в церковь, и сказано, что церковь в это время делала? Делала. Сказано, что в это время церковь собралась и вместе молилась, чтобы Бог действовал в жизни Петра. Вопрос. А скажите, что церковь не молилась об Иаковой? Почему Иакова Ирод убил, а Петра не убил? Но Петра убил другой римский императ. Позже Петр был казнен. Как бы вы из миссии. И сколько времени у нас, у каждого, для этой миссии, мы не знаем. Но пока это время есть, главная наша задача, главный наш ориентир, и самое главное то, что нам понятно, выполнять эту миссию, которую мы видим от Бога в Его Слове. Эта миссия реальна. Друзья, в 2017 году, когда мы впервые с вами сделали такой благотворительный проект помощи людям, живущим на востоке Украины, когда с 2014 года там начались вот эти все военные события, я привез помощь в благотворительную столовую нашей церкви города Молдогвардейска, Луганской области. В то время церковь еще имела право собираться, это уже позже ее закрыли, и сейчас наши братья и сестры не собираются. И меня пастор Молдогвардейска, Владимир Иванович Горячок, повел, говорит, пойдем я тебе что-то покажу. И вот он приводит меня в двор, где стоят пятиэтажные дома, и показывает, значит, ну где-то вот такой высоты, это видимая часть, а невидимая часть может быть два метра, может быть, больше. ракета, которая возилась в землю, а вот здесь несколько метров до подъезда, и она не взорвалась. И я сделал фотографию рядом с этой ракетой, может быть, когда-то вам покажу, я уже показывал. И вы знаете, мне вопрос, почему она не взорвалась? Хороший ответ, браковый. Браковый, да я могу, чтобы все они были браковые. Почему она не взорвалась? Может быть, вы видели, в Харькове кто-то сделал фотографию, точно такая же ракета, я ее сразу узнал. Пробивает окно, пробивает потолок, пробивает раковину, и вонзается в мусорное ведро под раковиной. И торчит вот так, из мусорного ведра торчит ракета. Вопрос, почему она не взорвалась? Михаил Продонюк, пастор, со своей семьей, если я не ошибаюсь, находился или в Чернигове, или в пригороде Чернигове. Но эту историю мне рассказал Евгений Яцишин, который помогал в распределении нашей помощи. Он говорит, когда началась вся вот эта страшная ситуация, говорит, мы со своей семьей находимся дома. Приняли решение мы с церковью, чтобы поддерживать братья и сестер. Вечером они сидели в доме за столом. Слышат звук, что что-то летит. И они говорят, залетает, то есть пробивает крышу, пробивается потолок, в зал, где они сидят, залетает, ну, я не специалист, не могу дать что, то ли мина, то ли снаряд, то ли еще что-то. На наших глазах меняет траекторию, пробивает окно, вылетает в огород и взрывается в огороде. Почему этот снаряд вылетел и взорвался в огороде, а другой снаряд влетел в дом, где маленькие дети, и женщины, и старики, и там взорвался? Мы можем ответить на этот вопрос? Нет. 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 Но мы можем ответить на другой вопрос, который для нас ясен и очевиден. Что делала церковь, когда она видела смерть апостола? Что она делала? Она молилась. И вот это тот виденый и понятный и ясный путь, который открыт нам, как церковь в Священном Писании. Молиться. Силу, энергию на молитву и на служение. И Бог будет делать чудеса. Друзья, хотел задать вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот какие бы качества вы бы могли назвать присущие христианин? Вот давайте перечислим. Какими качествами обладает христианин? Вот все, что нам сейчас в сознание приходит, давайте эти качества перечислим. Терпение. Добрый. Человек добрый, который делает добрый. Терпение. Терпение. Терпеливый. Еще. Справедливый. Еще. Смиренный. Еще. Честный. Спасибо. Еще. Милосердный. Смелый. Смелый. Еще. Гордый. Гордый. Достоинство свое держит. Хорошо. Еще. Терпеливый, вы сказали, да. Но можно сказать, что человек, который любит, старается любить Бога, учится, любит Бога, любит ближнего, да? Скажите, христианин вот такие качества, как, допустим, лукавство, воровство, не знаю, драки, да? Терпение. Нет этого. Человек, скажем так, человек, который обществу опасности не представляет. И так же, да? Это понятно? Вот человек обществу опасности не представляет. Смотря какого общества, да? Если обществу злодеев, то он представляет. Но скажем так, давайте так, физической опасности он не представляет. Он может кого-то обличить, он может кому-то сказать о том, что ты делаешь грех. Конечно же, он говорит о надежде, он говорит о любви Бога, не только говорит, он своей жизнью это передает, воплощает. Так вот, друзья, о реальности и нереальности. Скажите, пожалуйста, эти люди кому-нибудь мешают? Вот христиане мешают кому-нибудь? Ну, понятно, Иоанн Креститель мешал Ироду, потому что Ирод взял в жизни своего брата, а Иоанн Креститель его обличал. Ну, вот так мешает, да. Но он его обличал. Но у Иоанна Крестителя не было силы и возможности Ирода, не знаю, кнутами побить или на крест его отправить. Вот не было. У него была просто власть передавать весть от Бога. То есть, социальной, физической угрозы христиане этому миру никакой не представляли. Теперь, друзья, я хочу пригласить вас открыть Евангелие от Иоанна и прочитать Евангелие от Иоанна в 16-й главе в несколько текстов. Евангелие от Иоанна 16-я глава и прочитаем вместе с вами с первого текста. Иисус говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагога, даже наступает время, когда всякий что написано дальше, убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Друзья, вы можете себе представить, что нужно вложить вот сюда, как тут нужно намешать всего, показать, убедить и сказать те, которые не прелюбодействуют, не воруют, не убивают, которые признают Иисуса Господом, которые не лгут, которые скромны, честны, ну да, иногда голос возвышает против беззакон. Их надо что сделать? Нет места таким на земле, и убивая таких, мы кому послужим? Богу послужим. Вы представляете трансформацию сознания? Вы представляете, как это будет? К какому времени мы подходим? Что может нам помочь? Что может дать нам сил? Что поможет нам иметь верные ориентиры? Что поможет нам выжить, остаться верными Богу и не потерять веру и надежду в Бог? Что друзья? Только то, о чем мы говорим. Молитва церкви. Наша молитва постоянная. Наше обращение к Богу за помощью. Друзья, во второй половине первого века, когда Нерон сжег Рим, то не имея тех средств массовой информации, которые сегодняшние Нероны имеют, ему удалось убедить, что кто Рим сжег? Христиане. И все в это поверили. И что стали делать? Ах, раз христиане сожгли Рим, значит нужно сжечь христиан. Все правильно. Сегодняшние Нероны, они не отличаются. Только лишь знаете, чем? У них силы и возможностей побольше, чем тогда. Убивающий христианина человека, который скажет в Доме Божьем место для всех национальностей, он может стать неугодным. Понимаете? Поэтому, друзья, сегодня давайте перестанем сражаться с ветряными мельницами, с теми вещами, которые нам недоступны, которые нам не под силу, а как у христиан, у нас есть доступ к самой великой силе. И по молитве Бог будет посылать свою благодать, свою силу, свою помощь, свою поддержку. христиану, хочу, дорогие братья и сестры, в заключении наших духовных размышлений сегодня обратиться ко всем нам и себе самому еще раз напомнить о том, что молитва это служение христианина. И когда мы будем молиться, мы будем видеть вещи в правильном свете, реальность мы будем определять, что это реальность, нереальность, мы будем понимать, что это нереальность, нам там нечего делать, им надо время на это тратить. И Бог призывает нас, как свой народ, молиться. Обратите внимание, что дальше Иисус говорит. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня, но Я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я говорил вам об этом. Иисус говорит, придет это время, вы вспомните, что Я вас предупреждал. И еще Иисус предупреждал всегда своих учеников и говорил, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Поэтому сегодня пусть каждый из нас пересмотрит свой график, свое время, проведение дня, вечера, утра, ночи, чтобы у нас было достаточно времени для молитвы, чтобы помолиться и получить мир, чтобы помолиться и получить утешение от Бога и сбросить со своих плеч бремя того, что мы изменить не можем. Иисус говорит через апостола Петра сегодня каждому из нас, все заботы ваши возложите на него, ибо Он печется во вас. Пусть Господь поможет нам быть людьми молитвы, жаждать молитвы, иметь новый опыт и познание Бога, открытие Его силы через молитвы. И пусть мы будем молитвы постоянно. Давайте об этом поможем всем. Господи Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты вновь открываешь нам, что есть очень много вещей, которые нам непонятны. Но понимаем, Боже, что молясь и ища Тебя, ища Твоей силы, мы можем обрести твердое основание. Можем, Господи, в этом нестабильном мире иметь покой в Тебе. Господи, дай нам достаточно проводить в молитве, чтобы почувствовать Твое прекрасновение, почувствовать, как Твоя сила проявляется в нашей душе, в нашей жизни и в окружающих обстоятельствах. Господи, нам очень нужна Твоя помощь для этого. Возроди нас и пошли нам Духа Святого. Молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь.